Я совершил преступление, я совершил преступление и признан на момент преступления невменяемым. Все, в принципе, хорошо, замечательно. Только вот к нам в последнее время стали применять запрещенные препараты. Остались только зрительные, что выглядели 16. То есть я их вижу, услышу. Вот бывает вот сатана, например, Господь, там люди, кого я вижу. Вот, например, я сейчас вас вижу, вы уйдете, потом у меня в голове будут эти голоса. Не каждому дана такая возможность сказать всему миру, всем людям сразу, тем, кому я принес боль и страдания, свои извинения. Я прошу прощения за все, что я садею. Я прошу прощения за те несчастья, которые я вам принес. Я молюсь за вас. Будьте счастливы. Вот мои человечки. Это памятник любви. Он ее крест. Она его распятила. У любого человека может быть такие условия, когда он станет преступником. У любого человека может возникнуть такие ситуации, когда у него начнется психическое заболевание. Любой может быть на нашем месте. Я хочу в себе разобраться. Я только начинаю разбираться. Я реально хочу разобраться в себе, чтобы впредь такое не совершилось, если я больше не приехал. Я лучше до конца поборюсь с собой. Встретиться с самим собой – это очень сложная вещь. И если бы у меня была возможность сейчас прийти к тому, который был пять лет назад, и что-то объяснить ему, он бы меня не понял. Больница организована у нас в 1951 году для больных, совершивших особо опасные преступления. 78% из них совершили противоправные действия против личности. Это убийства, изнасилованные, все нетяжкие телесные повреждения и так далее. Это больные, страдающие шинофренией, а дальше это филипсия, органические поражения головного мозга, это тяжелые последствия алкоголизма, олигофрении в разном уровне. Человек не понимает, что с ним происходит, и совершает то иммунное действие. И тогда мы здесь начинаем заниматься с ним до тех пор, пока он не понимает, что это такое, что это такое его болезнь, что ему не нужно под влиянием этих голосов брать топор и убивать, а нужно идти к врачу. Больные всегда поступают в одно отделение у нас, и там происходит сепарация в зависимости от тяжести заболевания. Как правило, это такое отделение с маленькими палатами, в которых содержатся больные, которые мы считаем наиболее опасны в плане агрессии, может быть, побегом, может быть... Что это было? Ну, встают так позже. Что за стынешь, что ли? Застеснялся, что ли? Я убил этого мага, а когда там все так произошло, а потом приехали на квартиру, на другого, егошнему другу, мы его поделали, а он говорит, а ты знаешь, что у нас три трупа? Я говорю, что в смысле? А я был уделан, в смысле? Ну вот, этот мага, еще двое там были. Я такой, в смысле, двое еще? Он говорит, да, вот так, короче. Мы их убили. Я до сих пор просто не понимаю, как я мог там двоих там убить. Я знаю, что мага, я согласен, что я убивал. Я в суде-то говорил, да, я убивал магу. Но когда я увидел фотографии, еще тем более дом сожгли. Я любил только себя. Я думал только о себе. У меня болезнь, психическое расстройство, понимаете? У меня лечились, у меня руки тряслись, у меня с ложечки кормили. Вот моя мама, да, вот такой же забежит в хату, вломится, хоп-хоп, его порсает. А он лежит на шкулке, радуется, там, чего рисует или еще что-то такое. Видит, прошлое не вернешь. А вот сейчас я не то, что говорю, вот я все осознал, все, я хороший человек. Это только начинается, размывается грани. Я просто начинаю выходить и видеть, что я же, оказывается, могу чего-то добиться. Понимаете? И все-таки в дальнейшем я должен подать свою руку маме. В 89-м году я был в абсолютно безумном состоянии. У меня не было денег, мне нужны были наркотики. На одном из своих злодеяний я получаю икону. Огромный и 300 лет. Мне предложили гигантскую сумму. Мне еще так страшно стало. Я понимал, что мне надо шутады. Ворвался в храм. Говорю, возьмите еще, у меня она уже жгла руки. Через три месяца я пришел и пасху туда. Настоятеля не было, там был помощник. Я говорю, знаете, хотелось узнать, что с иконой она там, а что с ней будет, а где она, может я ее увижу. Она говорит, ну ты, конечно, увидишь. Моя мама как-то неудачно посушетила, что зачевали меня от дьявола. Меня предпреследовала мысль, что я вообще порождение дьявола. Но это уже была шизофрения. Я узнал, что дьявол может залететь в храм, но в алтарь его Божий Дух не пускает. А тут меня помощник-настоятель приглашает, говорит, она стоит в алтаре. Ты можешь зайти посмотреть на него. И вот тогда я впервые освободился, может быть, от этого ощущения, что я зачат антихриста. Как называть вообще психиатрически больных людей? Пациент, больной, псих, шизик. То есть что корректно, что некорректно. Жертвы, родные жертвы и сами преступления. То есть я вот этот вопрос просто стараюсь его избегать. Я для себя нашел этот термин, этот термин проблемный. Да, они проблемные, они проблемы в первую очередь для самих себя. А все-таки моя конечная цель – это человеческое к ним отношение. Чтобы они ощущали себя людьми. Как он может социализироваться, стать нормальным человеком, себя самого считать, если его никто нормальным не считает. Это получается замкнутый круг. Мы, безусловно, мы понимаем, с кем мы работаем. Это достаточно опасные люди. Как общество должно к ним относиться? Естественно, общество должно быть насторожено. Но если мы не можем агрессивного, потенциально опасного больного вылечить, мы просто должны его содержать. И охранять общество – это тоже важная задача. Комиссия – это медицинское свидетельствование наших пациентов, которое проводится каждые шесть месяцев для определения степени их социальной опасности. Многие, идя на очередную комиссию, понимают, что в сроках предъявительного лечения еще не прошел, и они нуждаются в нахождении в нашей больнице, они переносят комиссию спокойно. Для большинства это, конечно, надежда. Надежда выйти. Звать его Рашид. У нас в больнице он с сентября 2009 года. Поступает он к нам повторно. Кратко для комиссии в детском возрасте имел черепно-мозговые травмы. 14 лет на учете, как страдающий судорожными припадками. Пробыл в местах лишения свободы 12 лет. Здравствуйте, Рашид Мухаммедович. Здравствуйте, Мухаммедович. Домой знакомый, сядьте. Который раз мы уже встречаемся. Как себя чувствуете? Так, в этот раз вы сколько времени у нас уже? Сколько? Сколько? Две с половиной. Какая динамика произошла в состоянии ваше? Динамика не аль. Все хорошо. Что с нервами было? Что с психикой было? Психикой. Все нормально было. Какие у вас вопросы комиссии? Чтобы меня выписали, выпишите, пожалуйста. Я вас всех прошу. Сколько вас есть? Просуствия. Выпишите. Ну, хорошо. Я против выписки. Помимо болезни, личность совершенно криминализированная. Перечисление только. Изнасилование, грабеж, нанесение тяжких телесных, кража, нанесение тяжких телесных и принудка. Я не чувствую болезни, никакой критики, никакого самоконтроля. Пока у него есть хоть какие-то физические силы, он обязательно снова возьмет статью и опять будет у нас. Поэтому я против выписки. Я тоже поддерживаю это мимо. Думаю, что пациента надо еще задержать в нашей больнице. Здравствуй, дорогая мамочка. Прости меня, что я тебя не услышался. Совершил преступление и попал сюда. Вот что я хочу, ребята. Я хочу, чтобы погибшие люди были счастливы. Здравствуй, Вик. А вот и я. Ну, что я тебе могу сказать. Наверное, ты меня увидишь скоро. Вот. Скоро существует наша с тобой мечта. Я надеюсь, письма ты мои получаешь. Вот. Я двою храню фотографию. Освободите меня, пожалуйста, из этих стен. Где, скажите, Владимир Путин, Владимир Владимирович, посвободил меня с дядем принадлечения на свободу. Я уже готов к свободе полностью. У нас свободный режим. У нас режим открытых дверей. У нас открыты все палаты. Курить можно только в отведенных местах. А может быть, скоро и запретит правительство курить. Тогда не знаем, где курить. Нельзя иметь острые, режущие, опасные предметы. Нельзя употреблять алкоголь. В интернет можно выходить. Но это надо делать с психологом или с доктором. Переписка контролируется. Любая связь с внешним миром контролируется. В принципе, слово «нельзя» вообще лучше не говорить. Лучше говорить, что можно. Это лучше как-то доходит. А что нельзя, мы уже сами понимаем. Ну, на персонал агрессии достаточно бывают. Бывают часто. Смотря на то, что считать агрессией. Так называемая вербальная агрессия, ругань, угрозы в адрес персонала у больных могут иметь место. Большинство из наших пациентов внешне мало отличаются от здоровья. Иногда проявление болезни выходит наружу в виде какой-то чудуковатости или манерности. Я просто как к людям к ним отношусь. Я уже привык. Для меня это не представляет труда. Мне нравится эта работа. Девять, шесть, семь, девять. Девять. Я здесь сижу довольно уже долго, до шестого года. И я иду, допустим, по улице, где-то было месяца так, три-четыре назад. Я встречаюсь санитаром с другого отделения, который... И она говорит, Леша, ты до сих пор здесь, а уже, которые твои друзья, уже по твоему сроку, уже уехали давно. Я говорю, что нет, я еще не... Я не хочу долго сидеть. А внутри себя говорю, я еще не готов. Я еще не готов. Я только начинаю, понимаете. Я не то, что сказать, мама, прости. Я хочу завоевать это прощение, проявить себя, чтобы мама сказала... Чтобы не мне, а сказали моей маме. Тетя Наташа, мы гордимся вашему сыну. Понимаете? И чтобы те люди, которые, как мои друзья-наркоманы, понимаете, чтобы посмотрели на меня и подумали, о, он был с нами, он что-то добился, он как-то двинулся вперед. У нас раз в месяц звонок, я звоню, просто с каждым разом этот голос меняется, он становится старше. Я прихожу в палату, мне все, просто все трясет. Она приходит на свиданку, я просто на ней каждую морщину считаю. Это я принес. Просто я в ней вижу себя. Она смотрит на меня, радуется, на глазах плачет. Я эти слезы навел. И просто я как художник, просто все впитываю, просто прихожу и начинаю внутри вся эта борьба, пороги благодетель, просто все это борется. Мама прислала мне фотографию и сказала, у нас 15 апреля будет серебряная свадьба. Так намекнуло чисто. И я думал, а что бы нарисовать? Я сначала на этом холсте решил их нарисовать в полный рост, нарисовать. Вот родители. Вот как бы идет лицо, как бы голова моя, вот ухо, они в голове меня. Моя мама, как роза, вот идет. Это брат младший, лепесток. Я старший брат, уберегая младшую сестру. Это мама, как вы видите, женское кольцо. Отец тюльпан, мужское кольцо. А я маленький творец в темном мире, и я хочу сделать цветной мир для них. А мама никогда меня не критикует. Ей все нравится. Хоть черный квадрат нарисуй, она скажет, что сын рисовал. Иногда я обижаюсь и на творца тоже. И сейчас даже обижаюсь. Я спрашиваю ему, почему иногда? Почему у меня не было любви? Ведь я знаю причину сейчас. И своей болезни, и своей преступности, и алкоголизма, и наркомания. Началось с того, что с детства мне не дали любви. Я бы такую фразу придумал, такую, она, я понимаю, она страшная по своей сути, но когда-то меня самого себя предвосхищало. Я люблю весь мир, и ненавижу каждого в отдельности. Вот она выражает смысл меня того. Я анонимный наркоман, анонимный алкоголик, я знаю, что такое это зависимость. Но болезнь намного круче, чем это. Наркотики надо искать, алкоголь надо выпивать. А здесь ничего не надо. Все, мир сияет, радуга. Энергия колбасит так, что происходят такие состояния, не надо ничего, не догоняться, ничего. Все, вот, I'm beautiful myself, я прекрасен. Сам по себе. Я все могу. Я признаю, что я болен. Я признаю тяжесть своего преступления. Но в общей сложности я 20 лет в заключении. И каждый раз я не понимал, почему, что, что, что произошло. Ну и сейчас я чувствую себя маленьким ребенком, который вот только родился. Который узнает, что такое любовь, доброта. Я узнал, что такое любовь к отцу в 45 лет. Я его сейчас люблю. Действительно люблю. И я чувствую его любовь ко мне. От пациента внешние впечатления производят практически здорового человека. Это очень хороший артист. Мы, как психиатры, наоборот, видим его эмоциональную холодность. Это и подтверждается отсутствие мимики на лице. Хотя также правильная, грамотная речь. Но у больных, страдающих шизофренией, как правило, нет нарушения речи. Она достаточно грамотная. То есть шизофрения, значит, стал быть, это схизис, расщепление ума. То есть, чтобы заболеть шизофренией, надо, прежде всего, быть достаточно умным человеком, интеллектуальным. Не забывайте о том, что они все лечатся и получают терапию. Вне больницы, как правило, эти люди совершенно бесконтрольны. Никто не принимает лекарственных препаратов, как правило. Либо через какое-то время бросают. Здравствуйте. Я каждый раз ее жду. Хотя и по телефону поставлю. мам, не езди. Ты приедешь сюда. Это весело. Это просто чудесно. И тебя обнять. Ну, ты уезжаешь, срок заново как-то начинается. Внутри опять печаль такая. Ходишь, грустишь. Да еще ей тоже уже сколько она ездит сюда. Ради того, чтобы... Да, она все делает для того, она все, чтобы меня увидеть. Насколько можно уже. Я уже сколько уже говорил, не ездит, хватит уже. Он говорит, нет, ты что? Ты что такое говоришь? Просто это больно, как она добирается. Раньше она вообще поездами все добиралась. Я вот себе вопрос. Это вот вам. Пять роз, пять нас. Мама, так вы будете, мы маленькие. Я вам подарки приготовил. Вот. Да. Смотри, дай-ка мама посмотреть. Смотри, дай-ка мама посмотреть. Это вот картину я вам нарисовала. Ой, это на серебряной свадьбе. А, тюльпан – это папа, да? Я – Роза. Словно кросс-порт, да, такое? Ага. Вот. Это Паша Руслана. Э? А вот это, наверное, это, наверное, то бишь ты. Вот это. Те, маленькие творецы. Придет время, Господь увидит, что я готов. И Он сделает все. Даже если ты приносишь извинения перед кем-то лично, перед обществом, надо быть готовым, что тебе скажут, извини, мы не верим тебе. Если комиссия будет завтра, я готов к ней. Я готов к каждой комиссии. Но есть обстоятельства, ситуация. Есть очень сложный анамнез. Мой диагноз сложный. Главная комиссия там. Как он решит, как все будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok